Как украинцы покорили американскую сцену, где подрабатывает Джордж Клуни, и как бразильский пёс сам ходит за покупками в магазин. Об этом и не только в нашем обзоре. Украинская группа впечатлила публику и жюри на талант-шоу в Америке. Группа Light Balance настолько понравилась ведущей Тайри Бэнкс, что она нажала так называемую волшебную кнопку. По правилам её можно использовать только один раз за весь сезон передачи. Таким образом, украинцы сразу попали в прямые эфиры американских телеканалов. 7,5 миллионов просмотров за сутки собрал второй трейлер нового сезона киносаги «Игра престолов». В трейлере показали всех главных персонажей, а также драконов и белых адаков. Команда сценаристов обещала зрителям ещё и злодея, которого ранее в фильме не было. Финальная серия сезона будет самой длинной за всё время проекта – полтора часа. Премьера состоится 16 июля. Джордж Клуни продал британской компании бренд своего виски за 700 миллионов долларов. По условиям сделки Клуни и ещё два его компаньона получат 700 миллионов сразу. Ещё 300 миллионов бизнесменам отдадут в течение 10 лет. Но только в том случае, если виски будет хорошо продаваться. В рекламе крепкого напитка снимался сам Клуни. А вот теннисная знаменитость Борис Беккер – банкрот. Причина – долг одному из банков. Адвокат Беккера попросил дать месячную отстрочку для повторного залога недвижимости немца на Майорке. За которую теннисист смог бы выручить ещё 6 миллионов. Но лондонский суд отказал. Беккер – шестикратный обладатель большого шлема. За свою карьеру заработал 25 миллионов долларов. В Бразилии пёс самостоятельно ходит в магазин за кормом. Петука стал постоянным клиентом ветеринарного магазинчика в городке Парай. Свой обед собака забирает уже 9 лет. Петука знают все продавцы. Пёс определяет, на какой полке его корм и лает, если пакет долго не отдают. А потом несёт лакомство домой. Позже хозяин всё оплачивает. Продолжение следует...